Друзья, в сегодняшнем видео мы с вами обсудим тему ту по разблокировке ваших iOS устройств от iPhone, iPad и iPod Touch. Я вам прекрасно расскажу, открою глаза в действительности, как делается разблокировка и вообще какие есть способы. Если вам интересно, досмотрите видео до конца. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Добро пожаловать на канал AppleExpert. Они действуют в том периоде, насколько они закупили и пользуются якобы. В то число входят какие-то дешевые iPhone. Они там их покупают намного дешевле, чем они есть Neverlock. Neverlock это те, которые доступны для любой страны. Вставили сим-карту и пользуйтесь. Как понимаете, здесь нет никакой блокировки. А то, что делается в блокировке по учетной записи, это происходит в том случае, если устройство было утеряно, оно просто либо в лосте висит, либо просто по заблокированной учетной записи. То есть, это устройство можно разблокировать официально путем только по отвязке по e-mail. То есть, диктуете e-mail адрес и то с предоставления документов, чека, тех доказательств, что именно вы владелец этого устройства. И компания Apple поможет вам сделать эту отвязку. Есть еще, конечно же, другие сервисы, но это уже более тяжелый способ. Мы не об этом говорим. Говорим конкретно о том, что нам показывают блогеры, в том числе я вам показывал, как действуется отвязка. На самом деле, действуется отвязка не совершенно так, как это показывается, потому что это, как известно, я вам уже сказал, она отвязывается только с помощью компании Apple. Единственный путь обойти, это просто, когда устройство якобы висит, идет какая-то разблокировка, удаленно эту блокировку просто снимает человек, тот, который действительно знает ее. Именно тот блогер, который вам показывает, о, тут аллюлуйя вам показывает то, что устройство разблокировано, активировали и поехали. Это не так не работает, к сожалению. Единственный путь это то, что можно поставить джелбрейк, и только путем джелбрейка, с помощью компьютера вы заходите через BIOS, и только тогда, тем путем, с помощью флешечки, которые программа это поддерживает, и вы можете ввести устройство через джелбрейк, но у вас пропадает связь. То есть сим-карта у вас не работает. Сотовой сети нету, проверки счета нету, отправки смс нету, но вам полностью все устройство доступно по интернету, по Wi-Fi, имеется в виду. Вы можете его использовать полноценно, как iPod Touch. Но предостерегаю, если вы сбросите настройки, вам придется повторить эту функцию, так как блокировка потом вернется. Обновляться можно, но сбрасывать настройки нельзя. Получите просто, опять же, тот же самый кирпич на блокировке. Поэтому вот вся суть и вся соль этих функций. К сожалению, нету быстрого способа снять блокировку. По e-mail это возможно. Много кто этим занимается, профессионально. У меня пока доступа такого нет. Если же, конечно же, будет такой доступ, я обязательно помогу каждому, и мы сможем с вами разобраться за недорого, как это сделать. Как это появится, я дам об этом знать. Конечно же, на моем канале, в сообществе, либо же подпишитесь на мой инстаграм, либо в ВК, любая связь, в принципе, в описании под видео, закрепленном комментарии со мной будет. Поэтому следите за новостями, подпишитесь обязательно на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео, все новые уведомления. И дальше мы с вами разберемся. Поэтому дальше больше. Скоро увидимся.